Добро пожаловать на канал EuroPlay. На этом видео продолжаем играть в инди-хоррор лета 58-го и уже в этой серии мы получим ответы на многие вопросы. Поехали! Ночь 58-го. Хочу напомнить, что прошлая серия закончилась тем, что мы подобрали дневник Марии. Так. После сильной грозы в здании нет света. Ага. Значит фонарик берем. Сейчас мы играем за Марию. Мы у нас... Мы телепортировались в 58-й год. Тут относительно все, смотрите, в хорошем относительном состоянии. Во всяком случае нету никакого бардака. Так. Аня, цветочек нарисовано. Фотография. Марии и ребенка. Врачи ставят неправильно диагноз Ване, а ему нужно сделать пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже нет сил с ними бороться, мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама. Чего бы мне это не стоило. Так. И что ты задумала? Ну-ка, стул можно подвинуть. Какой-то сейф. Кто-то нашел и спрятал мой ключ от сейфа. Кто-то нашел. Ага. Хорошо. Вот мы скоро сейчас и узнаем, что же тут произошло. Так. Имена детей Яков у нас открывается. Это неспроста. Яков явно играет очень важную роль. Так. И сюда можно зайти? Сюда нельзя зайти. Так. А здесь? Дети и воспитатели спят. Не буду их беспокоить. И что там разбилось у нас? Что-то где-то разбилось. А. Ворона влетела. Хм. Как это так? Птичка просто влетает, а? Неспроста. Неспроста. Ключ? Значит, какой-то ключ надо найти или что? А, смотрите, записка. Записка появилась. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней. Она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех. У нас мало времени, пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу. Мы можем успеть. Помоги мне. Так, это пишет Яков. И пишет Аня. Идет речь. Вот засранец. Идет речь про как раз таки директора. Шкатулка. Шкатулки ключ. Ну что, Мария, ты будешь делать? Ключ от сейфа. Что-то нехорошее сейчас будет. Грязный ребенок. Так, мы сейчас, значит, получается сейф открываем, да? Яков Паразит украл второй газовый баллон. Газовый баллон? Ты хочешь всех травануть? Фильдер отсутствует, а стекло разбито. Так, противогаз испорчен. Он испортил мой противогаз. Так, то есть ты хочешь надеть противогаз и травануть всех? Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовал неосторожно. И на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. А Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца Вани. По всем показателям из медицинской карты, Яков – идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, его никто не будет искать. Ах, вот оно что. В лагерь приехал особенный мальчик Яков. У него нет родителей и родных. И он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков – хороший мальчик, хоть и не говорит, но он все понимает и делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал. Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатые укладывают их спать. Это может их отвлечь. Так, мы сейчас берем газ и идем, да? Мне нужно распылить сонный газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. Без почек, да? То есть она, получается, хочет сейчас спасти своего сына Ваню? Таким вот способом? Нужно поставить газовый баллон под дверь и вернуться в класс. Сирена. Так, смотрите-ка, эта же сирена была уже первую ночь. Нет, первый день даже. Первый день, да. Так, она идет в класс. И тут еще один баллон. Кто-то поставил баллон. Так, 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 так. Значит, ее кто-то тоже хочет еще уничтожить. А противогаза-то нет? А это кто такой? Это кто такой? Так, мы очнулись. Очень полезная информация, которую мы получили из дневника. Теперь понятно, что тут произошло. Произошла жесть просто реально. Так, берем камеру. Теперь мы понимаем, что Яков у нас на самом-то деле хороший мальчик, действительно. Он вообще тут ни при чем просто. Русско-английский словарь. Он, наоборот, хотел всех спасти. Так, а почему не могу забрать его? Ладно. Так. У нас тут записка появилась. Давайте прочитаем ее. Тебе же сказали, чтобы ты убирался отсюда. Оставь в покое это место. Давайте заберем и поговорим с ним. В дневнике Марии остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Я слышу, что он стоит за дверью. Запито. За ней кто-то находится. Ага. Кстати, записка. Нет, это у нас фотография. Ее, кстати, можно забрать. Ничего себе. Ну, давайте поговорим с Яковом. Ага, отрывает. Я знаю, что здесь произошло. Позволь мне вам помочь. Расскажи. Расскажите мне, кто вы. Да, давайте передадим ему информацию. Расскажите мне, кто вы. Действительно, кто ты вообще. Расскажите мне, кто вы. Раз уж нас не убили. Раз уж Яков хочет нам помочь. Ведь именно он привел нас в шкатулки. Значит, он чувствует, что данный человек действительно хочет помочь. Так, нам звонят. Давайте ответим. Якобы. Липопытка. Опа. Зайка здесь у нас уже. Какой-то он странный. Цветится. Так, предохранитель мы меняли. Так, записки нету. Здесь у нас ничего не поменялось пока что. Но я так понял, наш главный герой хочет разобраться все досконально. И действительно решить всю эту проблему, которая здесь произошла. О, кстати, что-то новое. Вроде бы этого предмета раньше не видно было. Так, ну-ка, на зайку можно как-то нажать? Нет, нельзя. Сейчас нам должны ответить. Опа. Неожиданно, неожиданно. Стоит попробовать написать записку еще раз. Ага. Я тоже попробовал. Листочки у нас есть. Я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Кто виноват-то? Какие духи здесь ходят? Смотрите-ка, забирает. Еще говорит, что здесь нету паранормального явления. Ничего себе. Ну, что удивительно, он не боится. Вот, смотрите, зайка исчез. Он идет прям до конца, до победного. То есть он хочет решить прям абсолютно все. Так, у нас здесь записка та же, да? Про маленькое зеркало, да. О, нам ответили, между прочим. Меня обвинили, но я этого не делал. Уходи отсюда. Так. Кто там пробежал? У Якова в шкафчике лежат якобы улики. И все решили, что это именно он. Но мы-то знаем уже, после того, как прочитали дневник, то виноват абсолютно не он. Так, понятно. Начинаем уже потихонечку соображать, что тут происходит. Давай, пиши дальше. Тебя зовут Яков. Ты живешь здесь один уже много лет? Давай, давай. Отправляю информацию. Заберет? Заберет. Кто там все время ходит? По вентиляции обратите внимание. За нами кто-то наблюдает. Но при этом он все-таки его не убил. О, ответили. Классно. Ну-ка. Да, здесь я могу общаться со своими друзьями. Мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил. Только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу. Эти люди придут за мной. Так. Ага. Значит, он чего-то боится. Ага. Все, я понял. Он боится то, что так как его обвинили якобы в смертях всех вот этих детей. Хотя, по факту он же этого ничего не делал. Мы-то уже знаем. О, зайка. Здравствуй. Давай, пиши. Вот это уже серия совсем стала другая. Кто твои друзья? Почему они тоже здесь? О-о-о. Хороший вопрос. Давай, действительно. Отправляй. Яков в вентиляции живет? Потому что постоянно слышно, как звуки вентиляции. Нету, зайки теперь. О, ответили. Ну-ка. Духи этого места, те, кого здесь мучили, они остались тут в заперти. Тот день вечером, после отбоя, кто-то пришел. Наверное, это был тот человек, с которым говорила директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Ага. Так, смотрите-ка. А, нет. Не показалось. Это кто был? Я говорю, за нами кто-то наблюдает. Благо листиков хватает. Все это задумала директора лагеря? О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Так, а мы помним, что в сейфе была информация про какого-то непонятного мужика. Ты кто? Ну-ка, 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 снимай, снимай, снимай. Ага. Наблюдает за нами, наблюдает. Давай, рассказывай. Заберешь? Заберешь. Хорошо. Значит, ответ получим. Ответил? Ответил, походу. Угу. Бежим, бежим. Много написал. Это все она. Я видел, как наша директор разговаривала с кем-то в старой больнице недалеко от лагеря. Они договаривались о том, что ночью выполнял свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами. Но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции. Вот про что я вам и говорю. только иногда выходить в комнаты. О, как все запутано-то. Так, ну-ка, 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 давай, пиши. Это здание и сейчас заброшено. Я смогу туда попасть? О, это шикарно. Давай, давай, отправляй. Давай, давай, забирай, 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 забирай. Ага. Шкатулка заработала. Так. Что это такое? Яков больше не отвечает. Пора идти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. Угу. Значит, в госпитале мы сейчас получим еще больше информации и обязательно сюда вернемся. Все. Мы уже более-менее понимаем, что тут и да как. Давай, срывай все это. Угу. Естественно, он все срывает и мы сейчас отправляемся в госпиталь. Что же нас там ждет? Я так понимаю, он тоже заброшенный? И там тоже будет происходить что-то не очень хорошее. ночь третья. Тем временем. Так. Куда мы прибыли ночью? Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давайте осмотримся. Давай. Так. Забираем камеру. Русско-английский словарь. Потушим свечу. Так. Ну, за ночь, надеюсь, управимся, да? Мы в госпитале. Так. Я только что пришел, мне нужно найти доказательства. Ага. Все. Сейчас мы должны доказать, что Яков не причастен вообще к этому всему. Детей убил кто-то другой. То есть, получается, Мария поставила газ, а ее убил уже кто-то другой. Тот, кто с ней договаривался. Так. Здесь, кстати, закрыто. Все двери закрыты. И как мы туда попадем? Здесь есть кто-нибудь? У-у-у. Здесь кто-нибудь есть? Стремно. Эта локация, по-моему, она даже жестче, чем пионерский лагерь. Тут тоже что-то непонятное происходит. Кто тут ходит? Закрыто. Закрыто. Что это такое? Угу. Так, у нас есть что-нибудь? Я не знаю, чтобы открыть двери. Или нам сами откроют, а? Что-то мне кажется, что тут она скоро встретит. Да-да-да. Покажись. Кто ты? Где ты? Как он не побоялся сюда прийти? Ку-ку. Кто здесь? Закрыто. Закрыто. Тоже закрыто. Да-да-да-да. Войдите. Так. Что-то там побахнуло. Стул появился. Вроде бы. Так, свитчу мы потушили. Никак не продвигается пока что. Не понял. Что это такое? О, начинается. Прикольно. Как это можно объяснить, что тут происходит? Так, газета. Давайте прочитаем. 1946 год. После войны десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родители. Детский дом для содержания и воспитания детей-сирот. Работал под руководством военных. Так, хорошо. Разбираемся дальше. Куда нам надо идти? Это кто? Снаружи есть кто-то? И как мы тут оказались вообще? Кто-то идет. Не? Да. Ой-ой-ой. Ты кто? Что тут происходит? Так, страшная кукла. Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операции по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавлять свою должность. Детский дом закрыли. Здание стало заброшенным. И именно он ее убил. То есть она траванула детей, а он траванул ее. Остается понять, зачем это все было сделано. Так, эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. Я могу срезать все цепи и найти, где спрятан наказательство. Да-да-да. Что это такое? Был какой-то скрип. Я его не увидел, походу. Так, закрыто. Все, нас больше туда не пустят. Будем сейчас резать двери. Где там? Это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Ха, смотрите-ка, двери нет. Бери болгарку. Ну, это не страшно было, предсказуемо. Хотя, опять же, непонятно, кто это смотрит. Ага. Рук нету. Болгарка сама пилит. Интересно, я могу сразу все двери открыть? Да, могу. Так, две двери открыли. Странное место очень. Что это был за временной участок, в котором я оказался? Так, ну, давайте зайдем сюда. Кто здесь? Так, информацию. Ищем информацию, доказательства. Мы должны сделать так, чтобы... Люди поняли... Да-да-да, войдите. Чтобы люди поняли, что Яков вообще тут не при делах. Мы уже все знаем, практически. Вот тут записка какая-то. Обязательно надо ее прочитать. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвезти. Никто не должен знать о наших делах. Вот оно что. Значит, Мария пытается спасти своего сына. Она договариваться с вот этим Алексеем Сергеевичем. Травануть детей. Он, значит, их забирает. На органы. Ух, как все запутано. И потом это все, видимо, продается на черном рынке. Так, сейчас не будем туда идти. Там я видел. Да-да-да, я видел там дверь. Давайте вот сюда зайдем. Страшные звуки. Так, куклу еще раз. Мы ее видим. Не знаю, доживу ли я до утра. Потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать. Но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф в стену. Я боюсь идти за ней и отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это. Или может это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то подделки из перьев и паутины. Я такие нигде не видел. Выглядят они жутко. Да и пахнет оттуда, как будто мертвичина. Ладно. Выпью еще стакан и лягу спать до утра. Так, это значит у нас идет уже информация о том, что тут уже явно кто-то есть. Мы не одни. Кто бы это мог быть? Мария? Давайте ту дверь откроем. Эту записку мы просчитали. Так, а что? А, во, болгарка есть. Батарея болгарки разрядилась. Так, где мы? Ага. Вот это место. Вот это ужасное место. Походу, именно здесь все происходило. Так, это не прочитать. Вода капает. Так, как мне пройти туда? Я не могу пройти пока что. Там записка. А, во, вот здесь можно пройти. Так, что это такое? Тут тоже явно кто-то есть. Это то, что сейчас нету, это нам еще просто не попалось. Так, ну-ка. Я не успела его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. То есть, Мария. У Марии поехала крыша на почте того, что она потеряла свою Ванечку. И она теперь ищет донора. Она ищет донора. Так, цепочку давайте думаем. Она ищет донора. Соответственно, она договорится с вот этим человеком. Ага. Все, все, все. Начинаю чуть-чуть понимать. Так, эта штука нам пригодится. Так, воду можно выключить? Сюда мы пройти не можем. Теперь мы можем только здесь пройти. Но она не знала, что этот человек потом в результате еще и ее убьет. А она просто обезумела после смерти сына. Ну, вот так вот все получается. Место заброшенное. Пока довольно спокойно. Но это только пока. Из одной записки мы поняли, что далеко не спокойное место. Так, одна дверь открылась. Быть мы еще до сих пор не можем. Кто там ходит? Эй! Кто там? О! Ну вот, про что я вам и говорил. Это дух Марии. Причем это злой дух. Потому что она озвоблена. Так, ну вот теперь придется вручную все делать. справа ничего. Уборная. Уборная. Давайте зайдем в уборную. Курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Дверь закрыта. Ага, естественно. Кто бы сомневался, что дверь закроется. Так. Ага. И тут же они откроются. Неудивительно, что тут ходит кто-то еще. Раз уж тут у нас такая жесть происходила. Вот она. Вот непосредственно она сама и есть. Так. Нас выпустят из туалета. Выпустили. Два раза она уже показалась нам. Эта дверь закрыта. Да, закрыта. Так, а это что такое? Вот это мне совсем не нравится. То, что перевернуто. Это, кстати, да. Мы раньше сюда не могли попасть. За шкафом что-то есть. Давай, двигай, двигай. Кстати, про шкаф и говорила, что кто-то заходит в шкаф. И кто это? Ну. Поехали. Мы должны расследовать это дело. Здравствуйте. Это Мария. А это дети. Кошмар. Как за столько лет ее тело не развожилось? Интересный вопрос. Так, сейф. Свидетельство о смерти. Иван Петрович. 1 октября 1910 года. 7 лет. Причина смерти. Ага. Это про Ванечку идет речь. Тут документы от 1958 года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так подставляться. И отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда ее видел Яков? Есть еще кое-что. Документы о свидетельстве смерти. Это ее сын, Иван. Он умер осенью 1950 года. Видимо, она вынесла... Она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. Так. Мы уже поняли, что... Опа. Интересно. Мы уже поняли, что она обезумела. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитё. Я проклинаю все, кто не смог мне помочь. Я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь. Не зря я говорю, что это злой дух. Что она хотела этим сказать и как она вернется? Мария, мне так жаль. Так. Тут еще ножик какой-то есть. Здесь очень плохо находиться долгое время. Забирай ножик. Получаем достижение. Я скоро вернусь. Нужно убираться отсюда как можно скорее. Ну, конечно. Нет, смотрите-ка, опять появилось. Жесть. Ну что, начинаем уже все понимать, в принципе. Ой-ой-ой. Это, собственно, про что нам и говорили, что в ящик опять кто-то ходит. Выход у нас сейчас позволяет вот так уйти. Давайте уходим и скажем Якову, что мы все поняли. В принципе, все понятно уже. Тем более, теперь есть выход. Три недели спустя. Так, мы возвращаемся в лагерь. Надо поговорить с Яковом. Зайка сразу за нами уже наблюдает. Ладно, не будем томить. Дверь опять запечатана. Так, у нас еще листики остались, да? Угу. Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты живешь со своими друзьями. Я никому не рассказал. Охраняйте и дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Ну смотрите, он решил прям до конца идти и все получилось. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге. Но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу позже. Эмико Геймс Обратите внимание, что данную игру делал всего один разработчик Александр Ишетников. Причем игра лета 58-го не является его первой игрой. Автор выпускает игры по типу жанра симулятора ходьбы. Вы наверное спросите, а почему я не заканчиваю на этом видео? А игра еще не закончилась. Мы сейчас зайдем в дом и только после этого мы получим концовку, которая скажет нам, что продолжение этой игры все-таки следует. Но уже совершенно в другом проекте. Ну а если вам понравилась эта игра, то вы всегда можете ее найти в стиме. Ну а сейчас мы четко видим, что мы отправляемся в какой-то дом. И он совершенно заброшен. Если вам понравилась какая-то музыка из игры, то соответственно мы сейчас видим это на экране, какие именно саундтреки использовались в процессе создания игры. А мы тем временем подходим к этому дому и сейчас зайдем внутрь. Как я уже говорил, это еще не конец. осмотрелись и зашли внутрь. На этом игра лето 58 заканчивается, но при этом нам дают намек на продолжение несколько дней спустя в этом доме заброшенном. Да, кстати, кто дошел до этого момента получает еще и достижения. Если думал, что игра закончилась раньше. Так, камера у нас не работает, а как батарея разрядилась. Так, нам тут пишут, мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом, но после его приезда через несколько дней что-то пошло не так. Это место перестало быть безобидным. Я здесь в ловушке. Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной. Этот дом обладает маятником для таких, как она. А что, если и другие духи проследовали за мной? Может, поэтому в тех домах я никого не нашел? Не чудом удалось сбежать из того заброшенного детского дома, но в том, что я сейчас освобожусь, не уверен. Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь оставаться опасно. Какой же все-таки у нас неплохой главный герой? Походу, мы попали в ловушку и теперь нам отсюда не выбраться. Нам некуда идти. Так, здесь лежит какой-то нож. Кстати, это тот же нож, который мы подобрали. А это дверь, которая очень похожа на то место, где мы были. Отсюда можно выйти? Нет, дверь не открывается. Слышен какой-то шепот. Но выйти мы отсюда уже не можем. Похоже, хорошей концовки все-таки не будет. Что там за шепот? Ой, это походу она. Да, это она. И она пришла за ним. Ну, а я благодарю за просмотр этого видео. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и дискорд и до новых встреч. Не выйдешь ты отсюда уже. За тобой пришли. Да. Это намек на продолжение.